Как сохранить позвоночник максимально здоровым? Какую обувь надо носить, чтобы не заработать болезни? На эти другие важные вопросы ответил врач-травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Шамиль Динаев. Его профессиональный стаж составляет 18 лет, 10 из которых он отработал в Санкт-Петербургской больнице имени Петра Великого и городском ревматологическом центре. Шамиль Ладинович является победителем, лауреатом городского конкурса научно-исследовательских проектов Петербурга и Всероссийского научного конкурса в рамках Конгресса «Человека и его здоровье». Шамиль Динаев – автор 19 научных публикаций в российских и зарубежных журналах и трех патентов России на изобретение в области лечения заболеваний позвоночника и лучезапясного сустава. Он также разработал новые хирургические методы в лечении заболеваний и травм позвоночника. Профессиональный праздник с доктором встретилась Алла Динаева. Здравствуйте, Шамиль Ладинович. Ежегодно 20 мая доктора всего мира отмечают День травматолога-ортопеда. Мы вас поздравляем с профессиональным праздником. И хотелось бы в этот день получить ответы на вопросы, которые будут полезны всем. Расскажите нам, пожалуйста, вот с какими большими проблемами обращаются к вам жители. Ортопедия, в отличие от травматологии, занимается не свежими повреждениями, а больше заболеваниями, вызванными либо внешними факторами, либо врожденного характера. Чаще всего, если это касается детского возраста, это сколиозы, проблемы с голеностопным суставом, со стопой, в частности, как плоскостопие, так и плосковаргусная деформация стоп. Часто бывает сейчас, выявляется в раннем детском возрасте дисплазии тазобедренных суставов. Наиболее, так сказать, сложные проблемы, они связаны больше с проблемами врожденного характера, когда по наследству передается укорочение конечности. Если своевременно замечается это, то нужно выявлять причины и возможные варианты лечения, с чем это связано, с травмой, с какими-то проблемами в процессе родов или с проблемами в процессе вынашивания ребенка. Ну, если рассматривать категорию граждан уже взрослых, совершеннолетних, то, естественно, что проблема нашего века – это гиподинамия. При гиподинамии у нас страдают в первую очередь суставы, позвоночник. Очень часто это взаимосвязанные и перекликающиеся проблемы. Когда проблема с одним суставом приводит к разрушению других суставов из-за хромоты, в том числе к разрушению суставов позвоночника между позвонками. Ну, часто люди не связывают проблемы с опорно-двигательной системой и головной болью. Но на самом деле, если внимательно проанализировать категории пациентов, то выявляется, что и головные боли – наиболее частые причины, связанные с опорно-двигательной системой. В каждом конкретном случае надо разбираться, с чем пришел человек. У него стандартная патология, частая патология или это какое-то редкое заболевание. Такие тоже пациенты часто достаточно обращаются. Шамиль Ладинович, расскажите, пожалуйста, почему важно не затягивать посещение травматолога-ортопеда? В организме все взаимосвязано. Но многие думают, как? Если болит нога, то только нога и будет болеть. Но тут работает такой механизм взаимосвязи. Во-первых, в ноге у нас есть и нервные окончания, которые влияют на работу внутренних органов, поскольку в процессе эмбриогенеза, то есть формирования плода внутри утробы матери, у нас возникают такие взаимосвязи между определенными нервными участками на конечностях и работой внутренних органов. И, соответственно, если у вас болит нога, то, скорее всего, в зависимости от того, в каком участке тела, какой нервный узел задействован, и работа внутреннего органа тоже будет нарушена. Это раз. Во-вторых, боль либо в плече, либо в руке, либо в шее, либо в пояснице, либо в нижних конечностях, она все равно неизбежно приводит к нарушению походки и статики человека. Статика – это стационарное положение человека, либо в положении сидя, либо в положении стоя. И если, например, вы из года в год, изо дня в день, работая там педагогом, либо врачом в поликлинике, либо учителем в школе, если вы криво сидите, то неизбежно вот это нарушение статической позы, нарушение установки головы и шеи, нарушение установки поясничного отдела, они неизбежно приведут к более серьезным и глубоким проблемам, которые так вот просто на амбулаторном приеме решить очень сложно. Да, пациенты ищут выхода, когда у них начинает болеть тот или иной сегмент, они пытаются пойти к мануалистам, к массажистам, чаще всего идут к неврологам, редко к ортопедам попадают, если у них болит сустав. Но основную проблему, с которой человек обращается, конечно, любой специалист лечает. Мы не зря учим, выпускаем столько молодых специалистов, они все-таки знают основные базовые принципы лечения. Но если человек затянул с обращением, то первый раз, когда его видит доктор, он уже приходит с букетом заболеваний, с набором заболеваний. И в этой ситуации мы так вот взять по щелчку, решить, вот примите таблетку и все будет хорошо, так не получается. Этот букет точно так же надо приходится разматывать в зелочке. Сначала лечим одно, потом переходим к другому, к третьему, пока мы наконец не приведем вот этот скопившийся комок патологии в какому-то знаменателю. К тому же, как я вот упоминал, есть такие синдромы, то есть комплекс болячек, которые идут друг за другом вместе. Если у человека есть укорочение конечности более сантиметра, то он неизбежно будет жаловаться на боли в суставах, на боли в пояснице, на боли в грудном отделе, на боли в шейном отделе и на боли головные. То есть это синдром, это комплекс заболеваний, которые сопровождают друг друга. Комплекс жалоб, комплекс симптомов. У нас в стране, не только в республике, но и в стране как-то люди привыкли терпеть, привыкли там мазаться мазями, привыкли там массажем спасаться, лопухом, настойкой золотого уса, различными способами народной медицины. И дотягивают до того, когда уже приходится лечить все целиком и полностью. Я не против народной медицины. На самом деле там очень много полезных и нужных вещей. Но нужно понимать, что если у вас какая-то проблема не решилась сразу, если она вас сопровождает ни день, ни два, ни месяц, а уже несколько лет, то вам пора все-таки собраться и начать обращаться к специалистам. К одному, к другому, к третьему, пока вы не найдете, как говорится, специалиста, который вам поможет хорошо, надолго и насколько возможно. Потому что бывают ситуации, когда приходят в таком состоянии, что даже если ты самый лучший доктор, ты не сможешь исправить это. Ну вот такой самый яркий пример для вас. Видимо, по чьей-то рекомендации пришла бабушка, ей 90 лет, у нее уже сформировался горб, она уже не может ровно ходить. И вот фраза была такая, вот мне сказали, что ты меня можешь выровнять, сынок. То есть надежда, она все равно умирает последней, но уже в такой ситуации ты будь хоть какой самый лучший доктор. Притча такая есть. Никто еще не смог победить старость. То есть нужно, чтобы быть максимально здоровым в 90 лет, нужно за этим здоровьем хоть как-то наследить, хоть минимально наследить. Не надо надеяться ни на гены, ни на здоровье. Если за здоровьем не следить, оно не появится. Шамиль Ладинович, расскажите, сейчас у многих людей сидячий образ жизни, сидячая работа, за компьютером мы много сидим. Как сохранить позвоночник максимально здоровым? Всеобъемлющие, скажем так, рекомендации, если не уточнять причину болей, причины заболевания, а именно максимально обширные, всем подходящие рекомендации, это, конечно, максимально много двигаться. Каждый из нас должен понимать, что вот хочешь иметь здоровую спину, ну, надо хотя бы какую-то минимальную зарядку делать. Нас всех научили ее делать в коле. Там, руки вверх, там, наклоны, повороты. То есть элементарная двигательная активность улучшает питание позвоночника, уменьшает явление остеохондроза, уменьшает разрушение суставов между каждым позвонком, между собой. Все забывают, что между каждым позвонком есть маленькие суставы. Да, вот, ну, здесь у нас наглядное пособие, которое хорошо визуализирует, насколько тут сложная система взаимоотношений. Все знают про такое заболевание, как грыжа межпозвонковая, грыжа диска. Ну, вот здесь она таким красным цветом показана. Но все забывают про одну такую более важную вещь, как суставы между каждым позвонком. Они в профессиональной среде называются фасеточными суставами, но суставы скользящего типа. И если они нарушаются, функция хотя бы одного из суставов, вы неизбежно будете криво ходить. Неизбежно будет что-то зажато. Либо плечо, либо лопатка, либо поясница. То есть заблокированный какой-то сустав. Люди не очень понимали раньше, когда не было рентгена, и диагностического оборудования, и так далее. Люди не очень понимали причины, но знали, что вот если они хрустнут, щелкнут, им становится легче. И многие люди так до сих пор и делают. Даже школьники, они сидят так раз, хоп, хрустнули в одну сторону, хрустнули в другую сторону. Все, безусловно, знают, что вредно хрустеть суставчиком и так далее. Ну, это вынужденная мера у человека, чтобы как-то снять спазм, снять боль в этом сегменте. Но, опять же, я повторюсь. Ну, если эта проблема долго вас сопровождает, не надо долго ходить и разрушать свой сустав. Он когда разрушится, мы не можем его восстановить. Если проблема существует, значит, надо разбираться, из-за чего она возникла. Потому что не только же травмы и ушибы разрушают наш позвоночник. К примеру, я вам так, ну, визуализирую. Вот в норме у нас тазовые кости должны быть симметричны. Так же, как и наши ноги. Это наш фундамент, на котором все стоит. И в зависимости от положения вот этих нашего фундамента, как в домике, если покосился фундамент, то покосятся и стены, и крыши. То же самое происходит с нашим позвоночником. При развороте каком-то таза, либо вбок, либо вперед, наш позвоночник, как стебелек, начинает реагировать на это положение. Если наклонилось сюда, позвоночник начинает изгибаться вот в таких разных плоскостях. И в итоге ребенка приводят уже в состояние сколиоза, нарушение осанки. Да, родители замечают, что что-то не так. Но они же не специалисты, они не могут понять, что не так. Они ругают ребенка, говорят, держи спину ровно. Да даже взрослых людей, если все знают, у каждого мама ежедневно, постоянно говорит, держи спину ровно, сиди ровно и так далее. Но человек не может спину держать ровно, потому что у него нарушена другая область, и он вынужден искривлять спину. То есть это к вопросу о том, что многие проблемы, они идут с детства, и во взрослом состоянии просто начинают себя проявлять. И если вы хотите хоть как-то сохранить свое здоровье, нужна гимнастика, банальная двигательная активность, чтобы был мышечный корсет, чтобы работали хорошо суставчики, чтобы это все хорошо смазывало, кровоснабжалось, чтобы это все работало. Мы, девушки, очень любим носить высокие каблуки. Это, наверное, вредно для нашего позвоночника. Как нам быть? Хотелось бы узнать ответ на этот вопрос. Если мы ориентируемся на научные данные, потому что в Европе есть такая отдельная профессия, как подиатор, специалист по стопе, у них есть масса научной литературы, которая не только на словах, но и научно обосновывает вред любого каблука, даже одного сантиметра, потому что меняется положение стопы. Я воспользуюсь. У меня есть наглядное такое пособие для визуализации этого всего. Вот, чтобы было понятно, как работает наша стопа в идеале. В идеале наша стопа работает как? Она касается земли пяткой. Вот эти маленькие суставы, они работают как амортизаторы и как пружина для отталкивания нашего дальнейшей ходьбы. Что делают женщины, да и многие мужчины? Они лишают себя возможности вот этой амортизации. Приподняв пяточку, идет касание земли уже этими суставами, более мелкими, которые для этого не предназначены. Но на одном сантиметре девушка ни одна не остановится. К тому же есть научные данные, которые доказывают, что подъем пятки над уровнем земли для ходьбы очень вредный. И это вредно не только с точки зрения разрушения суставов стопы. Вот многие пожилые люди, да и не пожилые, многие молодые люди жалуются на боли вот в этих суставах стоп, что у них к концу дня начинает выламывать, болеть стопы. Но это же связано еще и с тем, что мы лишаем возможности работы вот этого сустава, голеностопного сустава. Соответственно, у нас мышцы, которые отвечают за работу коленного сустава, начинают работать неправильно. Если они начинают работать неправильно, человек пытается это компенсировать различным выворотом той или иной ноги, и в итоге это все передается на спину. То есть, ну, мало того, что колено болеть начинает, у молодых людей уже с 14 лет, особенно с учетом сейчас акселерации молодежи, они быстро растут, но не успевают окрепнуть. В соответствии с темпами роста. И в этой ситуации получается, что они уже с 14 лет, мы у них на снимках выявляем артрозу, мы у них выявляем остеохондрозу, мы у них выявляем разрушение тазобедренных суставов. Причем, казалось бы, не имея объективных причин для того, чтобы это происходило. Они же молодые, у них обмен веществ хороший, кровоснабжение должно быть вообще идеальным. Влияние каблуков связано еще с работой пищеварительной системы. Многие не помнят или не знают, или сомневаются в том, что это правда, но работа нервных окончаний на нашей стопе, она напрямую влияет на работу и поджелудочной железы, и желудка, и кишечника. Соответственно, когда вы начинаете нарушать физиологию работы своей стопы, не надо удивляться, что у вас плохо переваривается пища. То есть, если вы любите узкую обувь, если вы любите красивые женские лодочки, вот эти с зауженным носиком, когда все пальцы вот так сжаты, как в тисках, и при этом вы поднимаете стопу и выворачиваете, то, соответственно, нарушается работа и нервных узлов в самой стопе, и начинаются проблемы еще с пищеварительной системой, потому что выработка желудочных соков, соков поджелудочной железы, желчного пузыря, они тоже начинают реагировать на то, что вы их стимулируете. Вы, то есть, сознательно делаете из себя йога, только в отрицательном смысле вы осознанно мучаете свои ноги, а они, соответственно, мучают вас. Нам нужно освободить голеностопный сустав для его работы правильной. Ничего не должно ему мешать функционировать, ничего не должно давить. И нам нужно создать своды стопы, их как бы искусственно формировать, потому что ребенок, он вот, он как зеленое деревце. Почему вот это деревце кривое, это эмблема ортопедии, травматологии. Мы должны направить рост костей ребенка в нужное нам русло, в нужное функциональное, выгодное для него положение, чтобы это не влияло ни на коленный сустав, ни на работу тазобедренного сустава, ни на формирование его осанки и так далее. Если мы не обращаем внимания на стопы или их неправильно лечим, то мы, не решая одну проблему, создаем другие проблемы. Шамиль Ладинович, очень приятно, что вы из Петербурга приехали сюда на свою малую родину. Расскажите, вот как перебрались в Карачаевск, вы работаете в одном и том же месте? С тех пор, как перебрался сюда, в республику, по предложению моей коллеги, она тоже из Петербурга, Мария Мудальфовна меня пригласила вести прием в Карачаевске. До этого тоже приглашала, когда в отпуск приезжал, вести прием. Но сейчас уже на постоянной основе здесь веду прием пациентов, консультативный, лечебный. В зависимости от технических возможностей оказываем помощь либо прямо здесь, на месте, либо уже, как если пациент обратился слишком поздно и требуется хирургическое лечение, то, естественно, обращаюсь опять же к коллегам, которые технически владеют оборудованием и местом для проведения хирургического лечения. Вы долгое время жили, учились, работали в Петербурге, а сейчас в Карачаевске ведете прием. Расскажите, вот разница в пациентах есть? С какими проблемами чаще к вам обращались жители Петербурга? С какими проблемами жители Карачаева-Черкесии? Вот разница в пациентах, в патологиях или проблемы здоровья и у жителей Петербурга, и Карачаева-Черкесии примерно одинаковые? Разницы между жителями Санкт-Петербурга и жителями Карачаева-Черкесии нет. Спектр патологий на самом деле близок, спектр болезней очень близок. Но я могу отметить, что лечить пациентов в Карачаево-Черкесии сложнее только по двум простым причинам. Позднее обращение, долго любят люди терпеть, лечить себя народными средствами. Во-вторых, нежелание выполнять рекомендации врачей. Это осложняет работу, это растягивает само лечение. Я вот даже пытался давать такие рекомендации и объяснять, что моя любимая поговорка «Успех и скорость вашего выздоровления зависят от того, на чью сторону вы встанете. На сторону заболевания своего или на сторону врача?» Если вы встановитесь на сторону своего заболевания и его отстаиваете как свою любимую болячку, от которой вы не хотите избавиться, ну, конечно, доктор будет вас долго лечить и не всегда успешно. Если вы все-таки понимаете, что доктор на вашей стороне, он пытается вам помочь, и вы к нему пришли за этой помощью, то нужно понимать, что нужно стоять на стороне врача и бороться с болячкой. Если, ну, по каким-то причинам доктор рекомендует такую обувь носить или такие стельки носить, то нужно это выполнять. Как так получилось, что ты выбрал именно эту профессию? Хотелось бы об этом немножко узнать. «Вообще я вырос в Петербурге, родился в городе-герое Ленинграде, но на выбор профессии повлияло, наверное, то, что с раннего детства я наблюдал за тем, что постоянно мама болеет, у нее постоянно болела спина, было даже такое время, что она перестала ходить. Мы постоянно по больницам, и даже в таком крупном городе, как Санкт-Петербург, специалиста, который смог бы ей помочь, было найти сложно. Мы долго искали и с трудом нашли, кто смог ее поставить на ноги. Был такой замечательный доктор Николай Терентьевич. Ну, наверное, все, что мы видим в детстве, накладывает на нас отпечаток. Итак, пойдя в институт, я захотел стать вертебрологом. Вертебрология – это наука о заболеваниях позвоночников. И действительно, закончив институт, мне повезло попасть в руки своим учителям, в первую очередь Геннадий Павлович Салдун. Это, на мой взгляд, гениальный доктор, бывший главный травматолог Ленинградской области, один из первых, кто начал оперировать позвоночники в нашей вообще стране, пересаживая различные сегменты костей с одной на другую, то есть, ну, какую-то помощь. С учетом тех технических возможностей, которые были на тот момент, ну, это был высший пилотаж, и повторить его операции до сих пор мало кто может в стране. В становлении меня, как врача, участвовали другие мои учителя, Станислав Антонович Линник и Владимир Владимирович Хаймин. Мы все – результат деятельности наших родителей и наших учителей. Наша задача – быть просто почвой, на которой эти зерна должны вырасти. Спасибо большое, Шамиль Владимирович, за интервью, за полезные ответы. Еще раз поздравляем вас с профессиональным праздником. Желаем вам успехов и в жизни, и в работе. Спасибо вам большое. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Всего вам хорошего и доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова